Привет, ребята. Я Стефани Гоновски, сексолог и секс-тренер для мужчин. Мне так часто задают этот вопрос. Можно ли кончить ей на лицо? Это действительно зависит от женщины. Есть женщины, которым в большинстве случаев это просто нравится. Есть женщины, которым это нужно в определенном контексте. Они действительно этого хотят. Есть также женщины, которые на самом деле не являются большими поклонницами. Но я позволю тебе сделать это на твой день рождения. А еще есть женщина, которая говорит «нет». Никогда. А еще есть женщина, которая говорит «я никогда». И не думаю, что когда-нибудь захочу. Так что все по-разному. И что мне также кажется интересным, так это то, что парни считают, что она никак не может возбудиться от этого. В конце концов, она определенно делает это для меня. Для нее в этом нет ничего хорошего. Это как-то отвратительно. Я чувствую себя виноватой. И ты используешь эту терминологию, исходя из того, как ты это воспринимаешь. Это неправда. Это то, как ты это воспринимаешь, верно? Поэтому ты хочешь убедиться, что если ты спрашиваешь свою женщину, можно ли тебе кончить ей на лицо. И это происходит в первый раз, как будто этого никогда не было. Ты никогда не говорил с ней об этом. Ты не уверен, что она подумает. Не извиняйся. Не веди себя так, будто это плохо, потому что это не так. Если ты будешь вести себя подобным образом, то заставишь ее усомниться в этом, даже если она сама в этом не сомневается. Может быть, она и согласилась бы это сделать. Но из-за того, что ты начинаешь разговор словами, мне действительно жаль, что я должен спросить тебя об этом, или мне жаль, что я хочу этого. Не делай этого. В этом нет необходимости, потому что это твое собственное мнение. Я призываю тебя поработать над этим. Если тебе что-то не нравится, и ты хочешь, чтобы твой партнер сыграл в этом какую-то роль, и ты хочешь поговорить, постарайся сделать все возможное, чтобы вести себя уверенно. Постарайся изо всех сил сказать, эй, я действительно много думала об этом, и надеялась, что ты сможешь принять в этом участие. И если ответ будет таким, о, чувак, это как-то странно для меня, это вызывает у меня дискомфорт, я не уверена в этом. Как я уже сказала, есть женщины, которым это по-настоящему нравится. Я имею в виду, почти каждый раз, когда ты по-настоящему возбуждена, твоя реакция отвращения ослабевает. Так что если она возбуждена, и у вас были игры до этого, например, много прелюдий, чтобы она чувствовала себя сексуальной, чтобы она была в своей сексуальной зоне, и у вас, ребята, было много прикосновений и связей, то к моменту вашей эякуляции вероятность того, что она будет получать удовольствие от подобных вещей, потому что реакция отвращения снижается, она чувствует себя более связанной с тобой, она чувствует себя особенной, она чувствует себя по-настоящему сексуальной, возможно, она чувствует себя грязной или эротичной, и она находится в таком состоянии, что хочет этого. Даже те женщины, которые не сразу проникаются этим, но есть также женщины, которые, как бы сильно они не были возбуждены, не хотят этого. И это совершенно нормально. Все люди разные, не так ли? И иногда ты просто не можешь заставить своего партнера изменить свое решение, да и не должна этого делать, верно? Они должны сами захотеть дойти до этого момента. Но я по-прежнему считаю, что для тебя важно поделиться со своим партнером тем, что тебя интересует, и спросить, захочет ли он это сделать. Если ты хочешь по крайней мере рассказать о себе, задай вопрос, и тогда твой партнер узнает. Так что возможно в будущем, если он не будет против, и у вас, ребята, действительно все будет хорошо, это скорее всего произойдет. Если вашему партнеру это не нравится, попробуйте встретиться посередине. Пусть это не означает, что с твоей эякуляцией что-то не так. Не принимай это близко к сердцу. Есть много других вещей, которые можно сделать и попробовать. Я надеюсь, что это видео было полезным. Увидимся в следующем.